Здравствуйте, меня зовут Наталья. В общем-то, все, что я буду сегодня рассказывать, вы и так знаете. Так или иначе, мы уже упоминали это в разных роликах. Но захотелось все собрать воедино. Вокруг посадки хвойных растений на сегодняшний день существует множество мифов. И, к сожалению, очень часто растения растут в наших садах не благодаря, а вопреки усилиям садоводов. Вот о таких мифах мы сейчас с вами и поговорим. Первый миф, о котором хотелось рассказать, это миф, что все хвойные любят кислые почвы. О том, что это не так, для многих стало настоящим открытием. И действительно, если мы придем в магазин и возьмем любую упаковку землей для хвойных, то там через запятую будут перечислены и все известные производители их хвойной. Сосны, ели, пихты, тисы, можжевельники и так далее, так далее, так далее. Вряд ли это осознанный обман. Скорее всего, производитель даже не задумывался, что видов елей и сосен огромное множество. И не везде почва кислая. В большинстве регионов почва с высоким pH. То есть, либо нейтральная, либо даже щелочная. Но справедливости ради нужно сказать, что большинство хвойных настолько пластичны, что растут на разных почвах. К примеру, всем известная сосна обыкновенная. Однако есть ряд растений, которым кислые почвы противопоказаны. Вспомните тот же самый сюжет про сосну черную. Мы с коллегами сейчас готовим таблицу, где будут указаны оптимальный pH для различных видов растений. Мы понимаем, что собрать информацию воедино нужно, но пока не очень понимаем, в каком формате ее будет правильно донести. Возможно, это будет не ролик, а мы просто по запросу будем высылать этот документ. Также сосрела необходимость поговорить о том, что такое кислая, слабокислая или щелочная почва. А то я знаю, что многие садоводы впадают в ступор при словах pH 7 или pH 5,5. И если измерить кислотность не составляет труда, то что делать дальше с полученными данными, совсем непонятно. Второй очень распространенный миф – это то, что хвойный опад закисляет почву. Миф настолько укоренился в головах садоводов, что даже несмотря на запрет и некую сложность в сборе опада, многие садоводы в обязательном порядке перед посадкой хвойных гортензий, рододендронов или вересков отправляются в ближайший лес, чтобы собрать упавшие иголки. При этом людьми движет нежелание сэкономить, так как экономия очень сомнительная, а желание создать своим питомцам комфортные условия. Им можно сколько угодно говорить, что такие действия не очень законны, что это наносит пусть небольшой навред существующему древостою. Своя рубашка ближе к телу. В лесу сосен много, но неужели одно-два ведра нанесут большой вред? Поэтому я не буду цитировать законодательство и стращать последствиями. Хотя мне есть что сказать на эту тему. Я просто хочу напомнить, что кислотность почвы определяет минералы, которые в ней содержатся. Причем очень часто на большой глубине и водный режим данной местности. То есть определенные минералы и вода дают кислую реакцию почву, а не хвойный опад. Вы это и сами знали. Но почему-то очевидные вещи сразу вылетают из головы, стоит только затронуть тему любимых нами растений. Европейская ель действительно растет на кислых почвах, но именно потому она там и выросла, что почва изначально была кислая. Многие путают причины и следствия. Если бы вы добавляли в посадочную яму или мульчировали растения свежей хвоей, то, конечно, кислотность изменилась. Немного, совсем чуть-чуть, но поменялась. Но люди же собирают сухие иголки, а они на ПАЖ уже не влияют. Хотя в использовании хвойного опада есть несомненные плюсы. Ведь в небольшом кусочке лесной подстилки или верхнем слое почвы сконцентрирован целый мир. Почва в лесу действительно живая. В ней находится огромное количество живых микроорганизмов. Она буквально кишит жизнью, пусть и невидимой для человеческого глаза. Только эта жизнь не всегда полезна нашим растениям. Ведь таким образом собственными руками мы можем принести на участок леченок каких-нибудь нежелательных насекомых споры или кусочек грибкинцопатогенных грибов. Или вообще не иметь никакого полезного действия. Об этом мы по большому счету поговорим в одном из сюжетов, посвященных Микоризе. Использовать хвойный опад или нет, все равно решать вам. Я не имею права запрещать или поощрять это действие. Я всего лишь призываю взвесить все плюсы и минусы. Третий миф, упорно засевший у нас в головах, это освещение. Мы не раз поднимали эту тему, но я еще раз хочу напомнить, что тенелюбивых растений нет. Есть теневыносливые. Всем растениям необходим солнечный свет. Просто кому-то немного больше, а кому-то меньше. Мы же с вами настолько боимся солнечных ожогов, что хвойные растения пытаемся посадить в тень. Мол, там она точно не сгорит. В итоге, может, в феврале растение не сгорело, но летом оно выглядит крайне непрезентабельно. Хвойные все-таки светолюбивые растения. Мы же ельники, любые сосны – это только солнечные места. К теневыносливым можно отнести тисы, некоторые виды пихт и елей. Но опять же, не все. Микробиота, туевик тоже вполне терпимы к недостатку солнечного света, но не к полному его отсутствию. Даже если в характеристики растения указано, что оно теневыносливо, прежде чем посадить его в полутень, а посмотрите, насколько оно зимостойко. Если это пограничное растение, то в тени оно будет гораздо хуже зимовать. Ведь вегетация там начинается на 1-2 недели позднее. Тенелюбивым растениям у нас посвящено 2 или 3 ролика. Но я обещаю, что мы еще не раз будем возвращаться к этой теме. А на этом все. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!